Всем привет! Я сразу-сразу оговорюсь, мне больше нравятся презентации, которые какая-то демка, а потом что-то мы смотрим какой-то код, что-то там разбираем, но вместо того, что у нас слайд, слайд, текст, 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 поэтому у меня не будет слайдов вообще. У меня будет вот такая вот маленькая демка, которую я вчера ночью склепал. Короче, вот у нас есть Pixi. Кстати, я буду про каждый элемент, который я создавал, подробно рассказывать, поэтому когда будет что-то, я даже буду рассказывать. Смотрите, вот эта вот картинка слева, вот эта справа тоже картинка, та же самая перевернутая, да, зеркальная. Вот эта вот тоже отдельная картинка. Вот эта вот посередине Pixi, я его назвал logo, это тоже картинка. Видите, она может крутиться, она может изменять размер, и крутится она относительно центра, и дальше я это все в коде покажу конкретно. И еще она кликабельная. Вот. И короче, мы типа вот в кинотеатре, мы можем такие взять и включили видос. У нас пошел блюр, кнопочка нажалась, пошел блюр. Пока что у нас грузится видео, загрузилось видео. И мы такие видим. Что мы видим? У нас, да, у нас идет видео, собственно, вот его рамочки, да, и у нас есть маска. То есть вот этот вот круг, который у нас, во-первых, он меняет размеры и передвигается вот так вот. Кстати, кто, как вы думаете, почему он так вот делает? Да. А это раздражает? В общем, там есть переменная, которая увеличивается, 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 есть синус, который он уже вот так вот скачет вверх-вниз, а переменная растет, 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 а он все равно так. перемена увеличивается плюс один плюс один плюс один точнее там 0 5 а используя ее как аргумент синуса вот короче видите у нас есть еще даже то самое курсор меняется на указатель на этот на pointer когда мы наводим на видео и мы можем стопнуть короче я больше не хочу это смотреть стопаем закрывая вот короче этот м как давайте я вам расскажу покажу по коду у нас есть main файлик кстати вот эта вся страничка на загружается pixie.js начну теперь про пикси рассказывать на пикси вообще кстати вы меня не видите и не надо pixie.js это библиотека которая позволяет использовать картинки на канвасе используя в джейл либо канвас рендер обычный анимировать их там изменить размеры и т.п. то есть она в основном ее прямое назначение это рендер для фрейморков которые используются в играх написание игр на взял скрипте но в принципе как мне кажется можно ее использовать и там даже у нас можно было бы использовать где у нас есть канвас где у нас есть какая-нибудь работа с изображением динамическая очень удобно было бы использовать любовь к рисованию у меня кстати рисовать не умею но есть такое стремление прекрасно скажем так вот и нас я специально разбил в принципе то это все могло поместиться вполне в один в один файл до без проблем вот основное давайте в мэйне сразу покажу наши скрипты main.js основная фишка пиксел лаутер изначально загружает все все картинки все видео все джейсон и мапы т.п. которые нам будут необходимы в работе приложения на давай нет нет папку указать на вход нельзя потому что ты указываешь конкретные сорцы он потом из них составляет кэш это это все и как и запросами делать сюда ты указываешь конкретные записи кроме того ты можешь указывать это например вот в таком формате объект здесь src да и у него есть него есть еще опции можешь здесь указательный ним я не разговаривался как на им работает на самом деле я пытался не было интересно но время поджимала ширину высоту изображения ты это все дела настраиваешь уже когда работаешь с конкретно конкретно с этим элементом а что здесь еще можно здесь можно просто origin указать чтобы ты мог скачивать других сайтов других доменов здесь 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 ай не помню короче по нейму можно обращаться но просто не получилось да я решил с этим не морочиться не были более насыщенные проблемы вот вот этот это есть ключ да ну то есть на им он скорее всего он определяет тебе а нет я разобрался ты когда на им указываешь ты там написал допустим вот здесь вот цен да то потом ты в текстур кэша ты указываешь ты через точку обращаешься к нему и уже работаешь с ним вот так вот но тебе придется делать два шага до того чтобы ставить прайк а если ты если ты используешь этот ключ что ты можешь одним методом получить себе готовый спрайт сразу и все так для для тех кто не знает текст у нас текстура эта картинка которая подгружается спрайт это готовый как объект который которым оперирует пиксель то есть конкретно вот в пикси вообще там в графике текстуры и спрайт там я не знаю что они обозначают но вот пиксель то есть пиксель может работать и с текстурой и со спрайтом текстурой так как бы сама картинка до спрайт он как бы контейнер картинки это наш пикси loader мы в него добавляем какие-то штуки и он их начинает загружать в принципе сразу метод load говорит нам зачем мы уже передать него кулбек который выполняется когда у нас все сорсы наши загрузятся то есть у нас все готово и мы вызываем медацетап так здесь я еще решил добавить вот такие вот штуки как как бы решил сделать небольшой свой не попсап а этот самый короче пусть будет попсап анимации потому что как я говорил это библиотека она для игр назначена основном и в нее есть фишка вообще-то не в нее это не у нее ну короче request animation frame знаете такой такой метод уже здесь должен будет все так и путь а вынимаете вот request animation frame используется для того чтобы следующий кадр который собирается отрисовать браузер мы следующий сразу кадр вызываем нашу вот эту функцию они мэйт вот ну то есть это это браузер да да вот то есть он собирается что-то отрисовать я в этот момент хочу сделать свои изменения вот вот мой метод они мэйт вызовется и браузер браузер понимает то есть они мэйт у нас вызывается 60 раз в секунду только ну вот как как только браузер хочет отрисовать вызвал они мэйт мы сделали наши изменения он их от рендерил перерисовал здесь вот применение и вот эта вот штука которая которая сейчас хотел рассказать они мэйт эландс то есть это вот мой не попсап нолистер короче то есть вот у нас есть мэйн да у нас загрузились все элементы мы вызвали сетап метод сетап создает наши элементы он создает stage он создает занавес сцену логотип и запускает анимацию подписывается на он ресайз и в андре сайзе что он весь канвас и самое белое полотно которая которая вот здесь вот вот это вот белый полотно вот потому что видео картинка она появляется каждый раз когда мы нажимаем она создается удаляется динамически вот эти вот занавес и и сцена они настроены на полноразмерность этим с канвасом поэтому вот так вот create stage and render это как бы тоже основная штука икси мы создаем stage то есть основной контейнер который будет содержать все элементы которые мы на создаем он содержится в свою очередь в френдере ну то есть как сказать render это ком это оболочка которая позволяет нам управлять нашим канвасом наш канвас это render view вот то есть метод автодетект render он определяет есть ли у тебя браузер возможность использовать в чей или нет если у тебя есть такая возможность то создастся инстанс джейль рендера вы наверное все знаете что такое в чем в чем его преимущество но я еще раз расскажу то что в джейль как бы для рисования на канвасе используют видеокарту то есть она происходит намного быстрее не задействует процессорное время и вообще красота но не во всех браузерах это поддерживается и и и поддерживает его начиная с 11 версии только в остальных браузерах принципе поддерживается полность достаточно полно кроме 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 айпада под кажется не поддерживает в джейль возможно может последний поддерживает если кто-то со мной не согласен или еще что-нибудь не стесняйтесь пожалуйста миша не стесняется я не проверял этого на айпаде в плане поддержки это я из из опыта работы с айпадом вот не на самом деле с канава сам достаточно часто сталкивался и да кстати хорошо видно может быть зазума немножко лучше хорошо мне видно здесь прекрасно давайте она нам не понадобится кнопанька вот она вот на чем мы остановились так отделю это будет использоваться обычный конус рендеринг который через конь но тут тоже через контекст но в камнусе есть два этапа вообще в рисовании сначала от рендерил все изображение а потом ты его применил просто к камнусу вот этот вот момент рендеринга он либо ложится на плечи в джеле то есть видеокарты либо ты это делаешь силами браузер силами кстати этот весь код есть 5 я его за шарил на тот самый ахироку вот нашего урла соответственно сможете потом посмотреть а я хочу а я еще собираюсь добавить в код комментарии чтобы было удобнее разбираться без меня вот то есть вот рендерер view это у нас просто камус который автоматически добавляется не автоматически а вот здесь вот добавляется на страницу в южку то есть как вы видели да изначально у нас пустое баги со скриптами до канвас создал создался потом у нас один одни есть то один набор стилей и pixie js подключена библиотека собственно все что понадобилось для вот этой штуки ну как бы картинки видео и т.д. и т.п. на что подружалась отдельно в коде описано было поэтому это не совсем честно что это все что нам понадобилось так сразу оговорюсь у меня здесь все вот эти вот штуки видите они глобальные переменные нет ни одной варки поэтому это не очень хорошо это не талон но для быстрого дыма это очень очень хорошо так как у нас есть глобальные которые мы можем менять файла в основном у меня в одном файле один метод кроме вот мы и надо здесь вот описаны и видео по и на white play на да тут вот решается white play так мы были здесь вот этого трендер это наша главная штука которая собственно канвас мы его вставили тублю равно фоллс это так вот эта штука вот это вот размытие это блюр а вот это вот англию так ну это просто это просто переменная которая которых я регулирую блюрить не блюрить а сам блюр происходит вот как у нас есть пикси фильтр с объект и есть метод блюр фильтр то есть мы можем создать фильтр и потом мы его можем засайнить на наш стоит что пусть стоит что наша вся сцена как бы сцена анимации рисования и т.д. и т.п. пикси сцена мы говорим что твои фильтры вот они вот это рей куда входит этот вот блюр изначально ставим блюру блюр 0 блюр 0 естественно ничего не блюр вот вот та функция которой я говорил ранее то есть ну мне захотелось сделать централизованное несколько вот это управление сайт франимейшин добавляет принципе вам наверно понятно да что она делает у нас есть массив в который добавляется наша функция точнее наш элемент на у которого есть метод они мэйт вот мы добавили в этот массив этот элемент и метод они мэйт элемент будет вызывать они мэйт каждого элемента который сюда добавлю собственно так все просто они мэйт элемент как вы видели ранее в они мэйте вызывается последним ну то есть кроме вот этих основных и вот это вот стандартного изменения размера вот здесь мы подписываемся на анимацию соответственно ну может такое случится что нам для нашего элемента ничего не нужно анимировать но здесь нам надо соответственно мы передаем вот эту вот этот объект с функции они мэйт которая проверяет если наша глобальная переменная to blur стоит в тру то мы начинаем блюрить плюс 0 5 плюс 0 5 опять-таки вот эта функция тоже будет вызываться 60 раз в секунду ну точнее в некоторый момент она может и упасть performance но вот не в моем приложении потому что тут не от чего падать не бывает больше в основном там ограничения стоят что но может быть ты получаешь максимум на который возможно машина успевает вот и работа в этом режиме вот если мы видим что блюр у нас больше 80 то мы говорим уже to blur false нам хватит и мы создаем видео то есть как она работает вот мы кликнули закончилась видео по им создался вот легкая наркомания ты зайди на пикси сайт посмотри их экземплы а там жесткая наркомания вообще миша видел это это не для слабонервных на это надо готовиться к этому давайте посчитаем я надеюсь на самом деле где-то вот 8 но на вскидку раз два три 4 5 6 7 8 так это наше видео я буду идти короче вот по коду не потому как мы это видели как мы видели это в дэнке да будете прям по коду после блюра у нас задается видео по им да давайте я сюда это наши кулисы наш занавес на как создается занавес я для него добавил контейнер тоже еще один то есть у у нас есть занавес весь с двумя занавесками и у нас есть сцена и все это находится на стейджи на стейджи который находится в рендове вот в картине у нас есть картин 12 так лифт и райт на самом деле но пусть они будут 1 и 2 чтобы не привязываться к положению добавляем на сцену наш занавес то есть pixie позволяет контейнером включать другие контейнеры тем другие тем другие матрешкой такой pixie матрешка джейс короче да и соответственно даже ну и рендер может включать несколько контейнеров одновременно кстати наследование там идет от бэйс элемент потом контейнер в pixie 20 был отдельный класс стейдж он тоже наследовался от контейнера сейчас стейджа нет тем самом деле есть но горячим его нет это третья версия сейчас 306 кстати да вот так и pixie нас приветствует четко а там еще ссылка есть мы создаем наш спрайт вот то о чем я вам говорил то что используя вот эти вот рулы мы можем создавать спрайт одной строкой pixie спрайт фону имидж есть еще from frame from url по моему вот если написать name то будет смотри как как это вот происходит вот это вот формы имидж стандартный путь вообще мы создаем new pixie спрайт так вот пикси спрайт и передаем него текстуру да вот у нас будет текстура она new pixie как ни странно текстуру и тут уже фону имидж не но если это будет если это будет ним то это будет утилс кэш . нашным . текстуру вот эту штуку мы добавляем уже спрайт вот как-то так поэтому я собственно и не хотел не хотел используя здесь неймы ну на самом деле и без неймов здесь тоже можно два шага это делать но это просто решили упростить from кэш это значит что что не будет делаться но она тоже но в кэше она содержится с вот таким вот ключом фишка в чем когда ты заходишь вот и добавляешь вот это вот они все загружаются добавляются в кэш это просто сделано для того чтобы ты не загружался на самом деле вот эти вот эту штуку можно убрать и здесь вот просто вызывать функцию цвета потому что когда ты дойдешь сюда и напишу такую вот строку то есть его не будет скачать для чего сделано вот это вот он попытается скачать пойдет дальше когда загрузится он это дело использует вот точнее нет это бы это бы синхронно ты будешь дать я не знаю насчет давайте попробуем это сделать без сцены что будет я здесь на ходу изменю у нас слава богу нету 200000 строк так что я сохранил ну видишь уже применилась этот самый да так я вообще думаю она сохранилась в кэша где-то наверное ну давайте проверим короче так так или дернулась или не успели давайте еще раз давайте я уберу вот так вот одну одну кулису что так вообще не стоит делать я все-таки все-таки вернусь к вот этому варианту и так будет и наглядно и красиво а если бы она загрузилась сразу она бы отрисовала и такого бы эффекта не было вот так где мы были не здесь в картинах соответственно создается две занавески у меня была жуткая проблема с это childом я с ней провозился вчера два часа пока два часа причем это было таких вот матов что ты делаешь почему ты мне так отрисовываешь вообще непонятно было я обендил child но я решил что у него работает чейнинг и соответственно что получалось чейнинг у него работает только чейнинг у него ребенка в ребенка и у меня была вот такая вот херня вот здесь вот 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 здесь вот у меня первая кулиса вот здесь вот у меня вторая кулиса и сцена у меня зависело от размера первой кулисы я не понимал что за хрень происходит это было вообще верну обратно так да это было ужасно два часа я потратил меня было столько вот такого башка короче не взорвалась я уже думал что брошу на это дело а документации это было очень очень клёво кстати отличная статья на гитте от автора лично все рассказал замечательно так здесь две глобальные перемены у меня из упал инга и и склозе то есть у нас есть два момента анимации с открывается закрывается чудеса чудеса это кстати основная фишка pixie Основная фишка пиксель. Я подожду, мне просто интересно, оно соберется, да, и остановится. Опа! Жара! Ёшкин кот, что-то я перенаклацал. Давайте подождем. Рефреш. Не надо. Что это за сцены? А, ну, в общем, давайте вернемся. Все, там все будет работать уже. Кроме того, я сохраняю initial ширину одной занавески, да, для того, чтобы можно было к ней легко вернуться. А, нет, мне этого не надо уже на самом деле. Ну, это можно бы переделать, но после того, как у меня были вот эти вот показ расположения вот этих текстур, это было самое первое. Я поставил одну занавеску, отлично, на половину экрана. Добавил вторую занавеску, все, полетело нафиг. Это так демотивировало. Ну, в общем. Поэтому initial width я решил поберечься и оставить ее, пусть она будет. Да, хотя, по сути, она на самом деле просто половина, половина ширины нашего рендерера, так что можно было и от нее избавиться. Так, есть такая штука, как anchor у наших спрайтов. Изначально, когда ты создаешь спрайт, у него есть точка привязки, точка отсчета, точка, ну, начало координат, как везде во всех фрейморках рисования и т.д. и т.п. Есть два свойства, anchor и pivot, которые в спрайте могут поменять точку привязки, ну, вот эту точку начала отсчета. Anchor, anchor x, anchor y, да, позволяет нам изменить эту точку относительно. То есть единица – это крайнее правое положение. 0 крайнее левое, по y 0 крайнее верхнее, единица крайнее нижнее. Вот. Pivot позволяет нам применять эти изменения, применять эти в пикселях, короче, указывать. То есть мы можем сказать, что 10 пикселей от верхнего левого угла по высоте и ширине, да, сдвинь точку привязки. Вот основное отличие. Ну, то есть вокруг этой точки у нас вращение происходит, вокруг этой точки у нас происходит, относительно нее происходит увеличение, уменьшение ширины. Передвижение, опять-таки. Curtain position x. Ну, логично. Перемещение, я сказал, относительно этой точки происходит. И когда мы у второй, у второго занавеса сделали… Да, зачем я это сделал? Второму занавесу я сделал крайнее правое положение, крайнее верхнее правое, точка отсчета. То есть вот она получается, а вот это вот получается у левой кулисы. Вот так будет, нагляднее. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы я мог проще указывать позиционирование для него. И легче анимировать. В чем фишка? Initial width, то есть вот эта вот ширина наша, вот отсюда, влево, да. Initial width, умноженное на 2, я указываю как x положение, положение по x для второго занавеса. Что это значит? Изначально… Да, я взял всю ширину. То есть изначально… Давайте я, кстати, вот так вот сделаю. Если я вот это вот уберу… Да. И можно даже не перезагружать страницу. Я вот так вот напишу, кстати, видите, благодаря глобальным для демо это офигенно. А вот такая херня произошла. Почему произошла такая херня? Как вы думаете? Как вы думаете, где находится занавес? Нет. Нет. Кстати, это я вот сегодня прочитал про эту багу. И сейчас я только понял, почему сейчас такая херня произошла. Занавес находится слева. Вот здесь вот у него правая часть, а вот там вот левее, левее, левее за сценой. Да. Он туда расположен. Почему это произошло? Точка привязки у него справа, а x я ему поставил 0. Соответственно, точка привязки переместилась в 0. По y он и так был в 0. Вот. Ну, я ее убрать не могу, я ее могу перенести. Да. Я сделаю другое сейчас, другое, другое, initial width, короче, вот здесь вот поставлю. И оперный балет. Это правая штора, да. Она сверху левая легла. Если вот так вот дело вернется. Вернулась. Да, для того, чтобы, ну, чтобы понять. Смотрите, у нас по центру, видите, белая боли, а по краям он отек темнее. То есть, соответственно, если сейчас я верну вот так вот, то вот у нас, вот она белая, да, поэтому это вот правая. Чтобы было точно понятно, чтобы вы мне поверили нас. Потому что это все на канвесе строится. А канвес у нас все четенько, по ширине куба, его размер до прежней. Так, продолжим. Верну это на место. Это, кстати, не имело смысла и так иметь, потому что, если бы оно было в animation frame, тогда бы оно как-то влияло. А так оно один раз выполнилось при создании, и все. Вот, так, о чем я хотел дальше. А, по поводу анимации. По поводу анимации открытия-закрытия вот этих вот занавесок. У нас есть наша функция animate, которая, если у нас opening, то мы просто уменьшаем ширину наших занавесов. На два пикселя. Каждый frame уменьшает на два пикселя. Кстати, если на один будет плавнее, и при этом, смотрите, я здесь проверяю, когда мы доходим до края, там 50 пикселей по бокам остается у каждой кулисы, то мы останавливаемся. Из opening делаем false. Здесь у нас проверка идет if else if, поэтому если не то, не то, то ничего выполняться не будет. Соответственно, поэтому занавес у нас сейчас стоит статически. Вот сейчас, да, получится так, что у нас одна штора не дозакроется. Потому что скорость закрытия у левой шторы будет один пиксель, а равняется по правой шторе, поэтому она наполовину будет открыта. Бым. Вот, ну, ничего страшного, в принципе. Мы это дело вполне можем поправить. Тык, нормально? Четко. Воу, воу, воу. Ты что творишь? Видеокурс. Нотарик. Продолжим. А если закрывается, то мы делаем плюс два, наверное, двоечку. Мы делаем плюс два, пока у нас вторая курица не дойдет initial ширины. А потом мы говорим, что есть closing false и хотим отобразить show logo. Потому что стандартный скрипт, то есть у нас, когда закрывается, мы показываем logo, чтобы у нас была возможность опять открыть. А те, кто нас слушает или видит, или не знаю, что делает вот с той стороны, у вас есть вопросы какие-то, может, комментарии? Может, мне заметаться? Они же обычно сидят по одному. Не, мьютаться не надо. Не надо? Не, не надо. Хорошо. Ладно, и тогда продолжим. И мы вызываем show logo, когда закрывается кулиса. Давайте show logo. Да, это единственный второй метод, который у нас находится в create logo. Вот. Curtain. Это child logo. Давайте вернемся в наш setup. Мы создали stage and renderer, мы создали curtain. Давайте создадим сцену, потом перейдем к лого. Create scene. Это самый ядерный функционал, который здесь есть. Мы из loader забираем из кэша нашу сцену и добавляем ее на stage. Это просто клево. Да, в анимейте, видите, в стандартном, там можно было, кстати, вот это вот вынести. Это надо было вынести. Так было бы, так было бы круче, было бы четче. И curtain, кстати, тоже можно было вынести. Может быть, и стоит даже. Да, надо было это все поразносить, короче, по анимейтам, потому что оно здесь как-то ни к силу, ни к городу. Пиксель-демо. Да, hero-cop. Только не это самое, не поломай мне там ничего. Вот. Position Y я делаю curtain height. То есть, у нас есть вот наша высота кулисы, мы берем это расстояние и говорим, что сцена должна начинаться здесь. И вот как бы наш 0-0 у сцены, по X, по Y position у него остается, точнее, по X position остается 0, поэтому у нас она ни вправо, ни влево не ушла, нормально расположена, а по Y у нас вот эта вот высота. Что? Работает? Ну-ка. Не работает? А, ну есть точно не делаю. Это точно не делаю, ладно. А что ты, сделай эмулянцию из диск-топа. А, это же iPhone. Понял. Через Chrome зайди, там уже есть. Там можно, по-моему, потому что нельзя. Ладно. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Кстати, вот основная фишка, кроме requestAnimationFrame, нам нужно еще отрендерить наш главный контейнер. Он включает в себя все другие контейнеры и все спрайты, поэтому и в каждый animationFrame нам надо вызвать вот этот метод. RenderRenderStage. Это и есть та штука, о которой я говорил. Сначала мы все это дело отрисовываем, а потом применяем к Canvas. Мы были на сцене. На сцене. На сцене мы закончили. Да. И к лого идем. Лого. Берется лого, добавляется на занавес. То есть оно добавляется к контейнеру. Там, где у нас есть два спрайта, и они объединены в один контейнер, тоже добавляется и лого. Я использовал тот прием, который рассказывал чувак в этой статье. Кстати, большая и хорошая статья, о которой я говорил, да? Там есть такой совет для анимации, для движения. То есть можно указывать velocity, скорость анимации, как проперть у нашего спрайта. И во время анимации использовать ее, ну, изменять какие-то состояния, опираясь на нее. Давайте я еще раздумаю. Тут, в принципе, нет или иных методов. Вот. Это может быть, это любая, короче, любая, любая property, которую ты будешь связать потом в анимации. Я ее выставляю в ноль. Теперь по поводу кликов и т.д. и т.п. Interactive равно true. позволяет нам использовать вот такие вот методы для того, чтобы подписаться на события. У нас есть mouse over, mouse out, mouse down и mouse up, которые я использовал для вот этой вот нашей кнопочки. Все надо закончить. Вот. Button mode говорит нам о том, что при наведении у нас ручка появляется. Пальчик. Не знаю, что это. Вот. On mouse over я ставлю rotation velocity, увеличиваю, ставлю ее 0.07 и увеличиваю scale. Scale, как и positioning, как и rotation, можно изменять scale. Можно его изменять, короче. Изменяем scale по x и по y. 0.75. Я специально уменьшил scale по умолчанию, он 0.5 стоит, потому что эта картинка была уже слишком огромная. То есть вот это вот 0.75, вот я сделал ее, короче, просто немножко пообряднее. Вот. При наведении я увеличиваю немножко и увеличиваю velocity. Как только я увеличиваю velocity, следующий же animate frame у нас начинает вертеть наше лого. Rotation здесь не имеет осей. То есть это библиотека для 2D рисования, поэтому тут бессмысленно. Да, здесь бессмысленно какие-то оси, она вертеться только вот так вот. Ну, плюс-минус, естественно, туда или обратно. Да, я добавляю вот velocity. Так. Это на mouse over. На mouse out или mouse down. Вот так вот. Или out просто. Я делаю stop logo animation. Stop logo animation возвращает состояние rotation в изначальное состояние. Вот оно. Вот здесь я как бы засетил все дефолты для нашего лого. Да, вот здесь я вот возвращаю rotation к нашему дефолту, выставляю rotation velocity к дефолту и scale выставляю к дефолту. Соответственно, у нас из-за того, что в велосипеде 0 больше не происходит вращение, scale возвращается на место и rotation тоже вернулся на место. И по mouse up я изменяю нашу вот эту вот глобальную переменную из opening, которая потом отрабатывает в нашем create cartoon вот в этом вот файлике. Стоп logo animation я также вызываю для того, чтобы у нас при... Когда мы вернемся на этот самый... Обратно в это состояние, да, когда он закроется кулисой, вернется лого, чтобы у нас оно было в нормальном виде. Потому что шоу лого у нас просто добавляет лого обратно к занавесу, но не вызывается вот это вот все спрос на настроек. Вот это все уже готово. Оно лого живет, просто вернули на место, когда закрылось кулису обратно. Мы изменяем positioning. Да, здесь anchor. Anchor, видите, 0,5, 0,5, значит, что будет по центру. Соответственно, вращает относительно центра и позиционирование, initial width, это наша середина. Curtain height делить на 2, это тоже наша середина. Если бы мы сделали вот так вот, он бы был со смещением именно. 1, 1. Правый и нижний, потому что не учитывается сдвига. Вот смотрите, в самом центре, в самом центре вот эта точечка находится. Надо еще успевать за ней, потому что я слажу и тогда... Прямо вручную, кстати, да, как будто бы я двигаю его. Вот, ну, если здесь поставим 0, 0, кому-то интересно. Ну, 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 так легче, кстати. Вернем на место. Так, нормально. Вот, и сделал сразу накоплом уже тут. 0,2. Вот. Подписался на анимацию, соответственно, анимация работает. На, 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 на. Видео. Я же про него не рассказывал, правильно? Я решил его отложить. Это я рассказал. Нет, давайте white paint сначала. Да, потом уже видео. Напоследок. Кстати, сколько времени прошло? Почти час уже? Блин, я думал, 15 минут расскажу, потом что делать. Вообще незаметно. Да. Ну, я попытался использовать, на самом деле, практически все, что есть в Pixi. Я, конечно, все не использовал. Я не успел бы, да, но разнообразие хотел показать. То есть, вот здесь я использовал graphics. Класс graphics, он, что делает, примитивы рисует наши. Линии, круги, эллипсы, прямоугольники. В принципе, даже можем из линий составлять любые шейпы. Line style указывает наш стиль границ. Соответственно, я поставил ноль, и у нас не будет никаких границ. То есть, у нас будет просто содержимое округа. Никаких границ. Ecstasy. Никаких границ. Stage. Add, child, add. Add, child, add. Позволяет нам добавить спрайт в конкретную позицию в плане иерархии. То есть, я вот здесь ставлю ноль, это значит, что оно идет на самый задний план. То есть, здесь в данный момент уже отрисованы сцены, кулисы, лого и white pane. Это вот белая панель. И кнопочка на этой панели, поэтому, когда мы вот так это раскрываем, оно уже есть. Так, дальше. Button, sprite. Здесь я использовал то, что я вам рассказывал. From frame можно брать. Как работает вот эта фишка? У нас есть, давайте в ресурсах посмотрим. Ta-ta-ta. Images. On, off, png. Это наш спрайт, который содержит две кнопки. У нас есть. У нас есть. Media. Не понял. Короче, это в Sublime. Одесса. Суперный будет. Открывайся. Это называется Atlas. Этот Atlas рассказывает Pixi о том, какие элементы есть на спрайте, какие у них размеры, какое положение на этом спрайте и как закешировать весь спрайт. То есть, это обычный JSON объект состоит из, у него есть поля frames и мета. И в мете описано неважное, неважное, неважное и имидж. Имидж говорит, как сохранить всю картинку в кэше и какие в нее размеры и скейл. Да. Были проблемы с размерами. Были проблемы с размерами. Нельзя, чтобы вот здесь вот описание размеров было, скажем так, неправильное. Если, допустим, ширина вот этого элемента и его отступ, то есть у нас есть position, где он, а вот у нас x, y есть отступ, да, есть ширина. То есть, в сумме получается, что крайняя правая точка это 137 пикселей. Если бы вдруг у нас вот здесь вот было 135, он бы ругался и не хотел работать с этим спритом. Он бы сказал, что вышли за границу или что-то такое, короче. У меня здесь была опечаточка, вместо 126 было 136. Сидел, потом гуглил, искал. Поэтому не попадайтесь на этом. Так, вернемся к сросам нашим. Так вот, мы загружаем эту картинку. Это наш спрайт. Мы говорим, что у нас это получается вот эта вот центральная кнопка. Вот видите, курсор появляется. Она interactive, она button и on mouse up происходит следующее. Мы берем наш спрайт и говорим, что у него текстура теперь другая. Да, кстати, обратите внимание. Мы взяли from frame off png. Нет такой картинки. У нас картинка одна on off png, да. А здесь у нас описано уже фреймы, которые у нас есть. off png и on png. Кстати, как ни странно, эта фигня у меня, ну не считая размеров, потому что я здесь пикселя ошибся, с первого раза сработала. То есть, и правильно было спозиционировано. В пенте мерил. Вот. Берем новый, новую текстуру on png и применяем ее к нашему button спрайту. И через 500 миллисекунд говорим, что пора ее плюрать. Полсекунды. Пошло дело. Вот. Хватит. Добавляем кнопку. Добавляем ее первой, чтобы она была поверх нашего белого полотна. И вызываем метод resizeWidePane. resizeWidePane, кроме того, вызывается каждый раз в не в аниме, в createStage, да. Блин. В setupе? Да. В setupе вот он. resizeWidePane. CreateWide. Что он делает? pane clearWide, где pane это наш графикс. Да, это квадрат, кстати. Это не круг, это квадрат. Что я перепутал. Зачем нам нужен clear? Была проблема с resize-ом, да я resize-ил окно, и здесь как бы по resize-у я перерисовывал, все клево, но если у меня был в широком состоянии, я переходил в узкое, то у меня оставался вот этот квадрат, его надо было удалить. Begin fill белым цветом. Рисую от нуля-нуля до 80% ширины рендерера и 80% высоты рендерера. Заканчиваю рисовать. Перемещаю позицию самого этого нашего ректангла. На центр экрана привязываю к середине anchor и button spike тоже кидаю на середину экрана. Дальше. Видео. видео работает так. Что? Так. Для видео нужно отдельно создать текстуру, а потом отдельно ее привязать к спрайту. У нас метод from from видео подгружает саму текстуру. Ширину я использовал точно такую же, как она была в белом полотне, для того, чтобы оно совпадало, чтобы было логично. Привязал anchor к середине, как обычно. Закинул на середину сам спрайт, добавил его на сцену. так. Round mask. Round mask это тоже графикс. Мы его добавляем на сцену, мы его позиционируем посередине, так как этот круг ему, я смотрю, я уже забыл, ему не надо anchor привязывать. У него anchor и так на центре у круга. А что думаешь? Line style 0 без границ, радиус изначальный 10, count это тот счетчик, который увеличивается и используется потом в синусе, о чем я говорил. Stage mask это как было с фильтрами, когда я указал filters равно массив, здесь можно указать маску, которая используется для этого контейнера. finished false. Finished это окончание видео, оно закончилось или не закончилось. У Pixy, к сожалению, нет функционала, который говорит о том, что видео уже дошло до конца, поэтому я просто сделал на 85 секунд тайм-аут, где я выставляю finished true, либо же сам весь спрайт видео, он интерактивный и при наведении показывается этот курсор, а при маусапе я выставляю сам finished true и очищаю наш таймер, чтобы у нас не было потом случайной херни. Video pain animate l зачем я вынес это отдельно, то есть вот здесь вот, как обычно он передается в sign for animation, да, вынес я его отделяю для того, чтобы, ну это единственная штука, которую мне потом необходимо unsign то есть я написал там метод unsign, который удаляет из массива этот элемент. Теперь по нему. Каждый раз мы добавляем 0,05 к нашему каунту. Каждый раз мы очищаем наш вот этот вот круг. Зарисовываем его по новой, с новым радиусом, в котором есть поправка на наш синус. то есть поэтому, соответственно, она вот так примерно делает, передвигается и увеличивается в размер. Увеличивается, уменьшается, да. Отрисовали, кинули на середину, не всегда на середину, то есть она передвигается, так хватит, но передвигается тоже синус, синус-косинус, чтобы разнообразие было немножко. Как только у нас, ну, то есть пока у нас радиус меньше половины ширины нашего Movie Sprite, мы делаем следующее. Как только у нас загрузилось видео, ну и оно как бы уже началось, начало воспроизводиться, мы увеличиваем на 10 радиус каждый шаг и уменьшаем блюр. Если, ну, в противном случае, когда мы уже дошли до нашего размера нужного, если мы еще не закончили, а, вот в этом ошибка, поэтому была вот эта фигня, когда я окладывал, оно там начало блюриться, непонятная штука произошла. Если мы еще не закончили, то мы выставляем блюр ноль и buttons by texture picture, что это? Офф. А, и обнуляем нашу кнопку включения видео в состояние Офф, чтобы, сейчас, когда мы открываем сцену, и когда мы удаляем видео, чтобы у нас было выключенное состояние. Ну, собственно, что логично. Вот, и если мы не ничего. А, если у нас радиус больше, чем наша ширина, точнее, которая наша половина ширины, либо больше, и мы уже закончили просматривать видео, то мы начинаем резко увеличивать его по 20 пикселей, в фрейм, и как только у нас радиус доходит до ширины всего рендерера, то есть уходит за границы, мы все это дело дружно очищаем. Что мы делаем? удаляем нашу iAnimation функцию вот эту, отосайниваем, удаляем видео текстуру, удаляем MovieSprite, то есть я ее просто обнуляю, а здесь я удаляю ее со стейджа, с контейнера нашего. удаляю маску, уничтожаю ее, и говорю, что is closing true, то есть мы начинаем закрываться. вот этот момент, который вы видели, пока не загрузилось видео, мы ждем, и когда она загружается, у нас раскрывается сразу наша маска. вот мы закрыли, исчезло видео, появилась белая штука, и из closing true стало, закрылась наша, наш занавес. И опять таки, по закрытию занавеса поставилась обратно наша кнопочка. туру ту 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 ту. Покажу один еще пример. Помнишь? Нет, нет, просто пример. С зайцами. Там с зайцами нормально, более-менее. Там есть такие, которые... Там было? А, нет, он так найдет. Есть другие партиклы, но нет, я хочу этот с зайцами. Девушкин у меня садится. Успею. Экзем. Давай, экземплс. Вот. Вот. Ребят, клевая штука. Смотрите. Мы кликаем и добавляем 800 зайчиков. Кликаем. А, кстати... Зайцы не сталкиваются. Не, они не сталкиваются, они вот так вот обрабатываются и... ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. А, в чем... В чем состоит... Эй, извините. Там пример. Что в нем интересного? Что? А, ты не видишь зайцев? Стой. 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 Стойте вот сюда, пожалуйста. 60 фпс, 14 тысяч зайчиков. О, он вводит тебя. Вложу... Плодю еще. А, кстати, обратите внимание, я вынул аккумулятор, вынул там на зарядное устройство. Соответственно, сейчас я на интегрированной видеокарте работаю. У меня отключается, понижается там, короче, мощности и т.д. и т.п. А, вчера... А, мы вчера тоже были наинтегрированы. То есть, если у вас видуха ой-ой-ой, то здесь можно, я думаю, блин, перенести бы мою зарядную и проверить как она. А, оно здесь. А там можно неплохо. Ну, блин, мне интересно. Так. Вот где мы... Вот мой курсор. Зажимаем. Боже, я не хочу блевать, но давайте что-нибудь синее, хотя бы. Ты же понимаешь, что это при закидывании. 40. А, ладно. Странно очень. Слушай, может надо его перезагрузить, он не использует. 60 тысяч, короче. И у нас 40 FPS. Ну, кстати, если что, 25 не замечает. Так что... да, он ниже 25 начинает замечать, поэтому 60... Давайте до 100 доведем уже, чтобы... Давай, давай, синие, вот синие, синие. Нет, такой синие, я не хочу. 48... Вот, было же. Розовая. 26 27 26 100 тысяч элементов и мы как бы на границе видимости человеком вот такая штука кстати что меня удивило что мне понравилось это у чувака очень недостаточно живо и давайте посмотрим давайте посмотрим графс он еще живой он еще живой и кроме того где здесь написано последний комит да ладно я вчера какой-то репе было написано прямо вчера сентябрь 17 сегодня и вот это вот главный контрибьютор чувак ну точнее их двое но этот второй на самом деле по мощностям где наш график странно а вот он goodboydigital а вот этот вот english короче аладдин а вот goodboydigital кстати что-то подзабил мне кажется вот такие дела для чисто так для справки я почитал статью да кстати статья короче там часик у меня заняла часик два это было позавчера и вчера я с этим всем разобрался сделал вот это вот соответственно порок вхождение как по мне очень хороший в смысле низенький достаточно легко разобраться особенно с той статьей в конце статьи человек пишет если вы хотите меня поддержать купите книжку 1999 стоит она но там всякая типа классно описано судя по тому кто написал статью мне кажется там должен быть клево тоже но можем досмотреть видео до конца здесь полтора минут на самом деле все время обрывал есть хочется поэтому вопросов не будет на ютюбе да нашла скачал на ютюбе спасибо я сейчас подожду что-нибудь ответят или не ответят ребята кто-нибудь слышит меня ну в общем я думаю что вопросов нет жень ты здесь да я так Продолжение следует...